8 ноября 1932 года Безусловно, ее дочь Светлана была потрясена этим событием. Последние годы жизни она жила в полном одиночестве и не давала интервью. Над нашей семьей всегда довлевшему убийство матери. Об этом старались не вспоминать, но все же не забывали. Именно после ее гибели я с ужасом поняла, что все не так хорошо, как кажется. Вы уверены в том, что в смерти вашей матери виноват именно отец? Видите ли, об этом знали все в нашей семье. Чтобы лучше разобраться в отношениях Сталина с дочерью, Саймон приезжает на могилу ее матери, где встречается с сестрой Светланы, Кирой, присутствовавшей на похоронах своей тети. Он ее увидел в гробу и сказал, что она хуже врага, и оттолкнул от себя гроб. Моя мать сказала, что, возможно, во всем виноват он сам. Но он ответил, что нет, что она поступила как врага. Возможно, что именно поэтому он жизнь всей нашей семье и перекорежил. После похорон Сталин дал указание арестовать всех близких своей жены. Кира тоже не стала исключением. Меня на полгода отправили в лагерь, а потом в ссылку. В общем, он просто отыгрался на всех нас. Действия Сталина еще больше оттолкнули от него дочь. Светлана пришла просто в ужасе уже. Светлана была просто в ужасе. Она подошла к отцу и спросила, «Папа, почему все мои тети попали в тюрьму?» Сталин ответил, «А будешь адвокатничать, я и тебя посажу». У него был своеобразный взгляд на отцовскую любовь. Она очаровательная была. Не обратить на нее внимания было невозможно. Это была такая чистота, такая прелесть, такая, как говорили в старину, грация, такой ум замечательный, мягкий. Надежда Сергеевна тоже была все-таки сильная женщина. Я не могу сказать, что она такая простокваша была. В последние годы она была очень несчастна. И поэтому, наверное, те, кто ее вспоминает, они говорят, что от нее веяло холодом. От нее веяло, наверное, не холодом, от нее веяло бедой и ужасом, и депрессией, потому что она была загнана в руку. Она не хотела жить со Сталиным уже больше. И она понимала, что она не может от него уйти, что он ей не даст. Даже тот факт, что Надежда Сергеевна нигде и никогда не именовала себя по фамилии мужа, говорит сам за себя. Она стремилась быть прежде всего самой собой, а не женой отца народов. Она была тоже дитя своего времени. Понимаете? А когда носилась в воздухе, что каждый должен каким-то образом состояться, кем-то быть, быть независимым, быть самостоятельным. Я думаю, что ее тяготила роль первой леди. Ведь далеко не все, понимаете, любят сидеть рядом с троном, повесив на себя бриллианты. Понимаете? У себя отголосками я говорю, что я через свою даже судьбу это понимаю. Понимаете? Мне хотелось быть независимым от этого имени. И в профессии, и в жизни. Независимым от этого имени. И чтобы оно и так тебе как туча за тобой все время идет. Она была очень больной человек. И тоже из-за него, между прочим. Потому что в истории ее болезни отмечено большое количество абортов. Он ее совершенно не щадил. И были головные боли, мигрени. Но мигрени, понимаете, у очень многих женщин и мужчин тоже. Поэтому и никто не стреляется из-за них. Но она была вообще человек нездоровый. Уже к концу жизни. Нездоровый, искалеченный. Я бы так сказала. Даже если она покончила с Амасом, то это ясно, что довел ее он. Это вот, вот это, это мое глубокое убеждение. Трагическая история нашей семьи служит свидетельством того, что он был настоящим чудовищем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok